Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. 5 октября все оперативные сотрудники нашей страны празднуют свой профессиональный праздник. 97 лет со дня образования подразделения уголовного розыска. И сегодня мы встретились с начальником уголовного розыска Абаканского линейного отдела МВД России Андреем Шепелюком. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Вообще, что вы можете рассказать о вашей службе сегодня? Служба уголовного розыска в системе МВД уже, так скажем, справляет свою 97-ю годовщину. За эти годы, наверное, тысячу раз, миллион раз доказала свою эффективность. В настоящее время на помощь сотрудникам уголовного розыска пришли различные технические новинки. Образовалось и эффективно работают достаточное количество автоматизированных баз данных на преступников и на другие, так скажем, вещи, которые помогают нам в нашей работе. Также хочется отметить, сказать, что в настоящее время проводится реформирование органов МВД. Ну, соответственно, по линии уголовного розыска определяются особые требования. Здесь не секрет, наверное, что мечтает работать достаточно много молодых людей. Но мы подбираем самых лучших, по-настоящему мужественных, ответственных, оттянутых, интеллектуально развитых. Потому что служба оперативная всегда связана с риском, самоотверженностью, встреча с преступником один на один. И вот это качество, как я все выше перечислил, это потребуется будущему кандидату на работу и дальнейшему работнику практически ежедневно. Но какова специфика работы уголовного розыска именно в транспортной полиции? Ну, во-первых, здесь стоит отметить, что транспортная полиция обслуживает железнодорожные пути, авиасообщения, судоходную часть реки, если такова имеется, на участке оперативного обслуживания. Например, в Абаканском рейном отделе участок оперативного обслуживания составляет порядка 1051 километр. Мы обслуживаем Красноярский край, юг Красноярского края, Хакасия, Кемеровская область захватываем и судоходную часть реки Енисея, республики Тыва. Поэтому специфика такова, что большую часть наших сотрудников выезжают в командировки, поскольку сама структура преступности заставляет нас это делать. Преступления у нас совершаются не только в Абакане, совершаются на различных станциях, полустанках и дальнейшем по всему участку обслуживания. Хотя в последнее время таковых становится все меньше и меньше. Давайте поговорим непосредственно о вашей работе. Какие преступления сейчас совершаются чаще? Преступления по своей структуре, они как и раньше остались те же, но бывают моментами всплески преступлений сотовых, хищения сотовых телефонов. Например, раньше, в 80-90-е годы, совершались хищения в поездах. Это носимые вещи, шапки, одежда. Ну, это все, я так думаю, было связано с экономической ситуацией в стране. Раньше также частенько, даже не частенько, а, так скажем, часто и в довольно-таки крупных размерах совершались хищения, связанные с грузовыми перевозками. Преобалдало хищение деталей верхнего строения пути, так как детали, сделанных из цветного металла в основной своей массе, ну и также других вещей, из чего состоит у нас железнодорожный путь. Но вот в данный момент это пошло как бы на убыль, потому что и железная дорога принимает здесь активное участие в переустройстве, переоборудовании в своей пути. То есть медные детали, которые у нас ценятся в пунктах приема цветного металла, стали заменять совершенно на тот металл, который как бы там и не ценится. Но все равно данный вид преступности у нас сохраняется, хотя его становится гораздо все меньше и меньше. Ну и в настоящее время стало, наверное, модным, но не модным, а актуальным это хищение банковских карт. Люди, которые владеют этими банковскими картами, кредитными и так далее, зарплатными, не забывают, так скажем, в кавычках на карточках оставлять пин-код. Соответственно, кто эти карточки незаконно, так скажем, принимает во свое владение, очень успешно ими пользуется. Ну, данный вид преступления мы эффективно раскрываем, потому что существует множество различных технических приспособлений, в том числе и в банкоматах. Значит, преступники не уходят от ответа, связанного с данного рода хищениями. Поэтому не рекомендую я оставлять пин-код на своих банковских карточках. Хотя мы и раскрываем, но все равно это, конечно, неприятно потом для самих владельцев. Ну, вообще, вот как поменялась специфика преступлений на транспорте, именно вот за последние годы, я не имею в виду, там, год-два, да? А вот за более длинный период, допустим, 20-30 лет, то, что раньше было, сейчас нет? Раньше как-то было побольше у нас, побольше совершалось преступлений тяжких, тяжкой и особо тяжкой категории, это грабежи, были изнасилования, убийства. Сейчас такового нет, сейчас в основном это вот преступления, связанные с хищением сотовых телефонов, которые мы успешно раскрываем, благодаря своей технической оснащенности и различным базам данных. Даже, например, бывали моменты, когда преступная группа, преступное сообщество, это был Красноярский край, занимались хищением, значит, ну, из контейнеров, сначала были рубки контейнеров, вырубали, значит, отверстия, по ходу движения скидывали перевозимый груз, ну, а потом уже, видимо, окончательно обнаглев, притормаживали поезд, прицепляли трос к контейнеру и путем, значит, автомобилем срывали этот контейнер, потом уже открывали и полностью все вывозили, ну, это уже, так скажем, банда обезврежена, значит, все получили по заслугам, и, я так думаю, на настоящий момент уже, может быть, кто-то уже и за свои грехи уже, так скажем, отсидел. А сейчас таких преступлений нет? Сейчас таких нет. А почему? Все связано с экономикой страны, перераспределением товаропотока, и как-то вот раньше, в 90-х, 80-х годах, наша, значит, вот эта трасса, там, Абакан-Тайшет, она была достаточно загружена, грузы перевозились часто, сейчас стало меньше, да и, собственно, порядок в стране восторжествовал все-таки. Грузы идут под охраной, поэтому соблазна, соблазна на то, чтобы покуситься на перевозимую груз, у преступников становится все меньше и меньше. А сколько лет вы работаете? В уголовном розыске мне около 20 лет. Значит, начинал я работу с должности младшего оперуполномочного, значит, пришел я сюда, так скажем, по призванию, но если в корень смотреть, то, значит, родители, отец у меня был военный, я всегда хотел быть военным, но поступить в военное училище не получилось, и решил, значит, таким-то образом все-таки одеть погоны, придя в органы внутренних дел. Пришел, мне приняли, поверили, доверили, и вот с того момента я работаю в уголовном розыске. Ну, а помните свое первое дело? Первый раз, будучи младшим оперуполномоченным, я выезжал на смертельное травмирование женщины, здесь в Абакане, со следователем прокуратуры. Для меня это, конечно, было все это впервые, так скажем, вновь особой радости я, конечно, не испытал. Ну, в чем-то была совесть, что в конечном итоге женщина была без документов, не установлена, первоочередная задача – установить личность. Как потом выяснилось, значит, женщина была из, значит, категории, значит, глухонемые люди, поезда она приближающего не слышала, поэтому попала под колеса, и таким образом ее не стало. Ну, вот за сутки мы, конечно, установили ее личность, ну, пришлось даже постигать некоторые разы разговорной речи глухонемых. Ну, это первое дело, ну, как на вас повлияло? Не захотелось вот уйти после такого все-таки? Ну, нет, наоборот, стало интереснее даже как-то работать. Не в том плане, что видеть вот это все воочию там трупы и так далее. Нет, просто сама постановка этого вопроса, надо же установить все-таки человека, кто он такой, и вдруг у него родственники, это же полезное дело в том числе, ну, и интересное. Ну, и можно также вспомнить, значит, в те же молодые еще годы задержание преступника, который находился в розыске, он находился в розыске за Абаканским УВД, разыскивался за совершение убийства, ну, там было убийство на бытовой почве, там, по-моему, двоих человек он убил, и вот мы получили информацию от совершенно постороннего человека. Человек пришел к нам, попросился на прием, сообщил, что... Ну, человек этот таежник, сообщил, что в тайге, тоже в Красноярском крае, где-то за Кашульников, за станцией Кашульников в тайге, в избе охотника живет посторонний человек и, возможно, причастен к совершению данного убийства. Мы сопоставили приметы этого человека, действительно он был похож, в связи с этим мы поехали в этот район, и на тот момент мне очень понравилось, что там на нашу помощь, в выделении транспортных средств, доставление нас в эту тайгу, к этой избушке, там откликнулись очень хорошо, там руководитель поселения выделил автомобили, плавсредства, там пришлось еще и по реке сплавляться еще некоторое время. Ну и в конечном итоге мы задержали этого преступника, он был, конечно, удивлен, на момент задержания находился в этой охотничьей избе, чистил рыбу спокойненько и, собственно, никого не ждал. Ну и, соответственно, дальнейшую транспортировку его сюда на родину, это вот запомнилось. Что бы вы пожелали своим подчиненным, ветеранам вот в этот день? Всем сотрудникам уголовного русска и ветеранам я всегда желаю крепкого сибирского здоровья, душевного равновесия, терпения, понимания окружающих и, естественно, родных. Ну и чтобы каждый сотрудник на службе имел успех, одуманный человек добра, любви и счастья. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям и вас, в том числе я поздравляю с этим праздником. Спасибо большое, что вы нашли время встретиться с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова